Девушки отдыхают Сцена была отодвинута на вторые позиции. Подробнее об этих креативных трансформациях поговорим в рамках программы «Арт-навигатор». Меня зовут Анна Ельникова. Всем отличного настроения. За прошедшие выходные в Голливуде осело немало золотой пыли. Пришло время навести порядки в бокс-офисе и расставить фильмы лидера кинопроката по своим местам. Продолжает свое путешествие по верхушке бокс-офиса комедийная драма «Впритык», которая на этот раз грациозно опустилась на третье место. Новая комедийная роуд-муви Тодда Филлипса не удивляет зрителя сюжетными хитросплетениями. Смысловая линия спокойно движется в одном направлении, не отвлекая от действительно важных элементов. Главная ценность этого фильма в хорошем юморе, забавных порой на грани бреда диалогах и, конечно же, великолепном актерском дуэте «Дауни» и «Галифианакис». Учитывая то, что в большинстве сцен актеры импровизировали, их спонтанная химия обладает еще более сильным натуральным эффектом. Парочка уже успела обзавестись поклонниками, которые надеются увидеть блестящий дуэт еще в каком-нибудь фильме. В дополнение к перечисленным достоинствам создатели дали зрителю возможность насладиться роскошными пейзажами бескрайней Америки и отличным саундтреком. Впритык слету подкупает своей органичностью и заставляет смеяться над безобидным абсурдом жизни. Именно эти комичные случайности и оставляют приятное послевкусие от просмотра. 16 миллионов долларов и третье место. На второе место на всех парах приехал неуправляемый. Ядерный сплав классического саспенса и взрывной драмы, смешанный с брутальным скоростным экшеном. Перед нами история о том, как горстка людей отчаянно пытается остановить вышедший из-под контроля локомотив. Задачу усложняет тот факт, что поезд до упора нагружен токсичными отходами. При таком раскладе взрыв грозит катастрофой целому городу. У руля известный режиссер Тони Скотт, который что есть мочи, жмет на газ. В своей новой работе Тони явно не скупился на средства, используя массу камер и технических приспособлений, дабы придать фильму реалистичности и тот бешеный темп, необходимый для поддержания интриги. Дензель Вашингтон в главной роли у многих может вызвать ощущение дежавю. Ведь именно так назывался предыдущий фильм, над которым трудились режиссер Тони Скотт и актер Дензель Вашингтон. Их совместная работа впечатлила зрителей и критиков по всему миру. И неудивительно, каков бы ни был сюжет, фильмы с Вашингтоном смотрятся на одном дыхании, поскольку он является своеобразным знаком качества, хорошей экшн-драмы. Новая картина, неуправляемый, следуя своему названию, удивляет визуальным драйвом, выстроенным на контрастах, что свидетельствует о возвращении режиссера к скоростным ритмам собственных ранних работ. Хорошо разогнавшись, неуправляемый локомотив закинул себе в топку 24 миллиона долларов и таким образом быстро оказался на втором месте. В первое место прочно вцепил со своими синими ручонками анимационный головастик, мегамозг. Когда человек лишается высокой идеи, за которую необходимо бороться, ему становится скучно жить. Так и главный герой нового мультика, осознав то, что без добра не может быть и зла, дабы не сидеть без дела и не терять интерес к жизни, изобретает в себе противника. Это ненавязчивая мудрость, которая пропитывает собой весь фильм и является изюминкой сего анимационного десерта. Вдобавок ко всему, главное блюдо букс-офиса эффектно украшено красивыми героями комиксов, виртуозными полетами, взрывами и разноцветным анимационным серпантином. С каждым новым 3D-фильмом качество анимации приятно радует. В мегамозге, хотя и присутствует бесспорно ставка на спецэффекты, но ни один из них не выглядит случайно. Новых оттенков и смеха в анимацию добавляют и бесконечные пародии на всем известные фильмы, что делает ленту еще и хулиганской комедией, которая волею издевается над заезженными голливудскими штампами. Таким образом, в ленте равномерно намешано всего понемножку для каждого зрителя. Очаровав новую порцию последних, мегамозг заработал еще 30 миллионов долларов. Первое место. Спайдер? Да, спайдер. Даже маленькая битка из Аракнеза Детхикаса будет встанно паралайзировать... Приближается дата выхода брутальной игрушки про первобытную злость, ярость и жестокость для самых кровожадных геймеров Splatterhouse. Это почти дословный ремейк культовой игры 1988 года. Вам предстоит отправиться в путешествие мясорубкой и при этом постараться выжить. Предыстория этих кровавых приключений следующая. Девушку, начинающего металлиста Рика, похищают потусторонние твари, а самого Рика убивают. Но он решил восстать из мертвых и отомстить. После реинкарнации он заметно возмужал и теперь напоминает шкаф с костяной маской на лице. Однако его эстетические пристрастия остались прежними. Шорты, железная цепь на ремне и пропитанные кровью кроссовки. Повышая градус безумства, авторы вручают Рику специальный счетчик демонической энергии, который в итоге можно применить для исполнения необычного приема. На вашем демоническом пути выстраиваются различные зомби, летучие мыши, демоны и жуткие монстры. В каждом случае вы выбираете один из многих жутких способов расправки. Эта беспощадная исключительно мужская забава появится на прилавках магазинов уже 23 ноября. Представляем новый роман большого ученого и мастера пера. Книга Вячеслава Рыбакова «Се творюм». Человеческие судьбы и шпионские интриги причудливо переплетаются вокруг секретного частного проекта «Полдень», в рамках которого на средства олигарха-мецената разрабатывается новая российская космическая программа. В ходе исследований участники проекта под руководством ученого Журанкова открывают революционный способ перемещения на огромные расстояния. Вячеслав Рыбаков дебютировал в 1979 году рассказом «Великая сушь». На сегодняшний день он имеет более 30 научных публикаций и является лауреатом множества премий. Эта литературная работа является образцом философской мысли выдающегося государственного деятеля и пламенного патриота Родины, верно служившего своему народу. Речь идет о книге великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова «Вопросы жизни. Дневник старого врача». На страницах дневника описан жизненный путь Пирогова, начиная с детских лет, его учеба и пребывания за границей. В книге подробно представлены этапы развития его религиозного мировоззрения, которых в его жизни было несколько. Пирогов пишет о важности синтеза научных и метанаучных способов познания. Несмотря на то, что книга поднимает весьма серьезные философские темы, читать ее легко и крайне увлекательно. И наверняка каждый сможет найти в ней что-то интересное лично для себя. Часто нам приходит в голову неприятный и сковывающий льдом бездействия вопрос «Зачем бороться, если от меня ничего не зависит?» Несмотря ни на что, ответ должен быть жизнеутверждающим. Не сдавайтесь. Если вы искренне поверите в то, что каждое ваше доброе действие изменяет мир к лучшему, то в скором времени сможете увидеть собственными глазами результат ваших стараний в виде размножающихся по миру улыбок. Всех вам благ и до встречи через неделю. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok